Новые требования к правилам выгула собак опасных пород, забред контактных зоопарков, регулирование деятельности приютов для животных, а также новые правила обращения с безнадзорными животными. Мы расскажем, что изменится в новом году в законодательстве о животных. Год назад Государственная Дума приняла федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он был одним из самых ожидаемых общественностью, а работа над ним длилась целых 8 лет. Например, начала действовать норма о том, что единственное основание для эвтаназии животного — его неизлечимая болезнь, доставляющая непереносимые физические страдания. И еще одно положение — особи, представляющие опасность для людей, должны не умершвляться, а помещаться в приют и содержаться там до их естественной смерти. В особой категории — потенциально опасные породы собак. Теперь выгуливать таких животных без намордника и поводка строго запрещается. Список таких пород уже ранее был утвержден правительством Российской Федерации. Среди них, например, амбульдог, питбульмастив и волкособачьи гибриды. Люди покупают собак бойцовских пород. Это не собака охранник, это не собака сопровождающая, это не собака друг, это собака бойцовской породы, которой задача заключается именно в столкновении. Она под это выучена, она под это выращена традиционно. Конечно, здесь должно быть государственное регулирование. Должны быть очень жесткие условия по выгулу, по намордникам, по поводкам. Действующие положения закона сейчас запрещают истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей. Их защищает также Уголовный кодекс и предусматривает наказание за жестокое обращение. Однако по соответствующей 245-й статье дела возбуждаются редко и еще реже доходят до суда. Также с этого года содержание диких животных дома под запретом. Они подлежат конфискации, после чего их обязаны возвратить в естественную среду обитания. Речь идет в частности о королевской кобре, крокодилах, львах, тиграх и медведях. Запрещаются бои с участием животных. Вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах. И вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Вступает в силу статья, комплексно регулирующая деятельность приютов. В соответствии с ней сотрудники таких центров несут такие же обязанности, как владельцу животных. Также с 1 января возможна только программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. Причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют. А сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных, у которых есть владельцы. Подтверждать это должны специальные бирки на ошейниках. Если такие случаи все же произойдут, то служба отлова обязана будет возвратить собаку или кошку хозяину. Субтитры создавал DimaTorzok